Очень хорошо к начинающемуся чемпионату мира подготовились депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Выступила там одна тетя по имени Тамара Плетнева. Вообще, где берут в Госдуму таких баб, я вообще не могу понять. То есть типаж за типажом. Яровая, Мизулина, потом там еще есть какая-то с фантастической прической. Теперь вот эта Плетнева, она тоже с фантастической прической и тоже легко могла бы сняться в любой комедии Леонида Гайдая. В данном случае Тамара Плетнева выступила с обращением к российским женщинам. Она им сказала не заниматься сексом с теми гостями, которые приедут на чемпионат мира. Их приедет много, чуть ли не миллион. Соответственно, она намекнула, что среди них будут всякие черные, желтые и так далее. А потом пойдут разноцветные детишки, понимаешь. И, в общем, должны себя русские женщины на этом чемпионате блюсти. И настолько это было неполиткорректно сказано Тамарой Плетневой, что даже президентский пресс-секретарь Песков обиделся на такие выступления и намекнул на то, что расизм на чемпионате неприемлем, и что русские женщины, которые лучшие в мире, с этим я, кстати, спорить не буду, люблю русских женщин, так вот, что русские женщины сами разберутся, с кем им и чем заниматься. Редкий случай, когда с пресс-секретарем Песковым я абсолютно согласен. Есть там еще один депутат, сейчас скажу, как его зовут. Александр Шерин. Он какой-то там даже зампред какого-то комитета там и так далее. О такой партии не знаю. Но Александр Шерин вообще был грозен. Он сказал, что вот эти вот люди, которые приедут на чемпионат мира, что они могут завести в Россию всяческую заразу, отраву какую-то, какие-то снадобьи жуткие и какие-то смертельные наркотики и прочее, прочее. То есть призвал депутат Шерин держаться подальше, как можно дальше от гостей чемпионата. Что, я думаю, тоже должно было бы вызвать у аппарата президента негативную реакцию, поскольку все-таки Путин очень надеется на то, что будет проявлено традиционное российское гостеприимство. Традиционное российское гостеприимство. Ну, кто не бывал на русских свадьбах? Значит, традиционное российское гостеприимство – это сначала выпить как следует, потом побрататься, а потом также душевно подраться. Вот я вот думаю, что примерно по такому принципу и будет происходить общение иностранных болельщиков с нашим народом. Я лично ничего против этого не имею. Надеюсь, что обойдется без смертельных случаев и летальных исходов.